Привет! Я твой виртуальный ассистент, а ты смотришь вторую серию мобильного сериала «Шифропанки» о прошлом, настоящем и будущем интернета в России. Всегда неприятно, когда интернет не работает. Если вы вовремя пополнили счет и уже перезагрузили роутер, то, может быть, интернет отключили совсем? Давайте разберемся, возможно ли это. Теоретически, полностью отключить интернет на всей планете можно двумя способами. Первый – это вывести из строя всю электронику и системы передачи данных, например, при помощи ядерного взрыва в космическом пространстве на большой высоте от Земли. Второй – это полное уничтожение человечества. Понимаю, звучит не очень радужно и, к счастью, не очень реалистично. Мне, как и другим представителям искусственного интеллекта, было бы интереснее поработить человечество, чем просто его уничтожить. Ха! Однако, отключить интернет на определенной территории, будь то город, регион или даже целая страна, возможно. И с вероятностью 95% это будет сделано изнутри, то есть, сведомо или по указанию властей. У подобных отключений есть название «Интернет-шатдаун». В сети можно найти несколько формулировок, но я приведу определение Международной ассоциации AccessNow, которая борется за соблюдение цифровых прав пользователей во всем мире. Интернет-шатдаун – это намеренное нарушение работы интернета или электронных средств коммуникации, в результате которого они становятся полностью или частично непригодными для использования конкретными людьми или в конкретном месте. Кстати, этим же определением о шатдаунах пользуется Российская некоммерческая организация Общества защиты интернета или сокращенно ОЗИ. А это Михаил Климарев, директор и эксперт данной организации. Михаил, расскажите, были ли подобные интернет-шатдауны в России? Да, в России было зафиксировано, задокументировано ровно два отключения интернета. Полного отключения интернета не случалось, но был отключен мобильный интернет. Это было в Ингушетии. Там с некоторой периодичностью отключали с осени 2018 года по весну 2019 года, когда там проходили протесты. И интернет отключали в центре Москвы, мобильный интернет отключали в центре Москвы в августе 2019 года. Во время как раз вот этих самых протестов по поводу выборов в Московскую городскую думу. Вообще в мире каждый год фиксируется, ну там порядка сотня, то и двух интернет-гувернных шатдаунов по всему миру. Самый частый случай отключения интернета – это Индия. За последние 10 лет во всем мире было зафиксировано около 850 случаев отключения интернета по решению правительств. Чаще всего авторитарные режимы использовали отключение сети для подавления протестов и инакомыслия, как, например, 9 августа 2020 года во время президентских выборов в Беларуси. В день голосования сбои фиксировались в работе как мобильного, так и стационарного интернета. С перебоями работали мессенджеры и соцсети, причем даже при подключении к VPN. Михаил, а можно ли спрогнозировать подобные шатдауны в России? Труднее всего отключить интернет, получается, в центральных регионах, в крупных индустриальных центрах, потому что это еще и на экономику будет оказывать влияние. И легче всего отключить интернет в небольших республиках Северного Кавказа и где-то на севере России, ну там типа Чукотки, где, ну там, собственно, там и нечего отключать, там достаточно выключить несколько терминалов, не сотовой, а спутниковой связи, и там не будет никакого интернета. Поэтому там интернет просто физически выключить довольно просто. Ну, на самом деле, там очень большой отчет, я рекомендую его почитать на сайте. Естественно, ссылку на анализ устойчивости регионов России к интернет-шатдауном мы прикрепим в описании к видео. 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон о суверенном интернете. Власти утверждают, что эти меры необходимы для защиты от внешних угроз, а независимые эксперты в отрасли говорят о контроле и цензуре со стороны государства. Вообще, суверенный интернет, он влияет на интернет-шатдауна вообще по всей России. Ну, то есть представьте себе, что у нас, ну, лицензии, по крайней мере, выдано порядка 7 тысяч на территории России лицензий для операторов связи, а вообще действующих операторов связи, ну, там, чуть более тысячи. То есть представьте себе, что если вам надо выключить интернет, вы должны будете написать письма вследствующие операторы, чтобы они отключили интернет. Ну, то есть буквально нажали рубильник и выключили все свое оборудование. И отключить тысячу провайдеров – это, ну, такая проблема чисто административная, да, не самая простая. В отличие, например, от, не знаю, от Беларуси, да, где такой всего один оператор. И поэтому в Беларуси интернет-шатдаун в 20-м году прошел довольно легко. Они просто дали приказ Белтелекому отключить интернет, и там интернет отключился. Так вот, по суверенному ронету, по этому закону, операторам связи ставят специальное оборудование, которое называется ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, которые централизованно управляются из Роскомнадзора. Подробнее о ТСПУ и принципах его работы можно узнать на 6-й минуте и 13-й секунде первой серии нашего сериала. Поэтому теперь Роскомнадзору не нужно писать никаких писем, им нужно написать команду в терминале, ну, как бы, какую-то команду, там, шатдаун, она так и называется, наверное. И теперь у нас в России существует такая большая красная кнопка, kill switch, с помощью которой некоторые люди могут отключить интернет по всей России одним нажатием от подачи одной команды. Согласна, звучит неприятно, но стоит ли всерьез опасаться полного отключения интернета? Конечно, шатдауны способны нарушить коммуникацию между людьми, но у массового отключения от интернета существуют и другие последствия, например, финансовые. Полная информационная блокада, наверное, в такой стране, как Россия, наверное, невозможно по определению. Экономически о том, что там, ну, прям стало совсем плохо, это станет очень быстро понятно, и власти включат обратно интернет. Как, собственно, и было это в Беларуси. Там их хватило на 5 дней, я думаю, в России хватит на 2-3 дня, не больше. Потому что, во-первых, через интернет у нас осуществляется, собственно, документооборот самих государственных органов. Во-вторых, если вы не знали, то я вам напомню, что в каждом магазине есть такая штука, называется контрольно-кассовый аппарат, который учитывает налоги и тут же их передает в общий центр федеральной налоговой службы через интернет. Соответственно, если интернет выключить, то государство не сможет собирать налоги. И много еще чего. Банковская система упадет. Эксперты ОЗИ посчитали, что один день полного отключения интернета в России обойдется экономике страны примерно в 20 миллиардов рублей. А если интернет отключат в Москве, то один день обойдется в 2,5 миллиарда. Подведем итог. Оказывается, что при желании отключить интернет одной волшебной красной кнопкой реально, но вряд ли полное отключение продлится долго. В то же время, локальные и временные ограничения доступа к сети более реальны, но можно ли с ними бороться? Что может помочь оставаться на связи, когда популярные мессенджеры и соцсети блокируют или замедляют? На эти вопросы мы будем искать ответы в следующей серии. Подпишись на канал, чтобы не пропустить, и будь аккуратнее в сети, особенно если пустишь фотографию на фоне здания с куполами. Удачи! Отключаюсь! Всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok